Я хотел бы дать слово Добрый вечер Вы знаете, посетив много стран, такие как Тунис, Арабские Эмираты, Сингапур, Вьетнам, Израиль Смотришь на эти страны, которые были в 50-60-х годах нищие Там не было ничего, во многих странах была только пустыня И посетив сегодня, посмотрев, насколько развиваются эти страны Сразу задаю себе вопрос, а почему? Да очень просто Потому что правители этой страны, этих стран приходили и сказали Первое, что нам необходимо, это образование Только грамотные, умные люди могут построить хорошую, прекрасную страну Что у нас произошло 25 лет назад? Мы забросили образование 25 лет назад мы не уделяли образованию ничего Зарплаты остались на уровне минимальных У преподавателей в школах, в вузах и так далее Мы ничего не делали, чтобы поднять наше образование Меховик крутился только потому, что был запас То, что мы имеем сегодня Что мешает развитию образования сегодня? Коррупция Три раза коррупция Что не говори? Все не будут говорить А вот мы и там такие умные, хорошие Да, очень много хороших, порядочных преподавателей, профессоров и ученых Очень много Но ложка дегтя портит почку меда И вы знаете, когда смотришь, как говорят Милиции, помните, все знали, что гаишники берут взятки Все знали все Сколько посадили гаишников на всю страну за последние 25-30-40 лет? Единицы То же самое в образовании Все знают Все сегодня говорят Ага, там требуют взятки, здесь требуют Там отбывают деньги Там что-то делят Там, где не пали ученые, грамоты Непонятно какие Придумывают Как последнее наше изобретение Это по государственной премии в области космологии Где в Украине космология? Так что это подлоукраденные деньги Вы понимаете? Где сегодня Украина? Какие рейтинги занимает сегодня высшее образование в вузы, высшее образование? Где-то там в тысячах От 800 до 1000 там, если что-то попадется Их всего, по-моему, столько вузов, там может быть тысяч Такие, которые могут как-то рейтинговаться И что мы имеем? Нет рейтингов, нет науки, нет грантов Никто нам ничего не даст Если мы не будем работать Я разговариваю с другими грантодателями Разговариваю с другими вузами Ну, конечно, мы можем с вами работать, но нам это неинтересно Мы там в вуз европейский Не будем, нам неинтересно работать С вузом, который Находится в рейтинге на уровне Тысячного Нет нам интереса, потому что мы не растем Нам интересно работать с Тенфордом, с Гарвардом С технионом С теми вузами, которых мы будем работать И все получать Что нужно делать? Конечно, можно говорить о коррупции Можно говорить, что давайте мы сегодня поборем Сделаем, уберем одного, поставим другого А что, другое есть? Да посмотрите У нас сегодня вымыли кадры Просто нет людей, которые бы могли что-то возглавить Четыре года назад Где-то пять Четыре года назад Я возглавил Учебное заведение колледж Я до этого преподавал Наверное, это было первое такое волонтерское движение Попробовать, что можно сделать с учебным заведением Чтобы оно стало действительно хорошим Вы знаете Если убрать вертикаль Вертикаль коррупции в каждом кусочке В вузе, в школе, в колледже То все остальное тоже лучше Я пришел, там было набор 90 человек Из 250 лицензионных В прошлом году 250 человек было набрано Субботная лицензия 12 заявлений на место Все просто Все Просто поломали Поломали вертикаль Запрет взяли Ни с кого не требовали Поступали люди Если поступали четыре года назад Максимальный балл Вступительный был 24 балла На бюджет То в этом году 36 уже Из 24 это национальской трактике Преподаватели начали радоваться Они сказали Это же здорово Это же наши теперь хорошие ребята Потому что конкурс лучше идет Сегодня пришел в вуз В сложной ситуации Это значит, что этот вуз Хуже, чем другой Плюс-минус Это все одинаково Потому что система такая Что нужно делать? Делать нужно Одну вещь Нужно менять Сегодня иногда в вузах Идут люди, которые сидели там давно Они не умеют управлять сегодня Современным предприятием Вуз это предприятие Любое учебное заведение По подготовке абитуриента К специалистам И это мы должны сделать Плюс наука Наука, которую сегодня нужно продвигать Не теребай, а продвигай Нужно ставить систему Прозора Мы сегодня ее ставим Нужно давать финансовую автономию факультетам Вузы уже умеют Мы не хотим Я не хочу давать финансовую автономию факультетам Почему? Система патернализма Патернализм, который губит нашу страну Губит людей Мы привыкли за нас все решить дядя Когда это было? В советское время Не дай бог кто-то скажет не так Ему в каталажку, в тюрьму Именно поэтому пошло сегодня там Все боятся этого Не дай бог это сделать Сколько ректор подписывает бумажек в день Я там выставлял в Фейсбуке Вот такая кипа каждый день Почему? А не дай бог он не так подпишет А пусть они все подпишут Потом я подпишу Потому что если что Вот ты его посадишь На меня не посадишь Система боязни, трусости и всего остального Это все про проблемы Иностранцы Вы знаете В 70-х годах Готовили иностранцев И потом они уезжали к семье в страны Этим налажилась взаимокоммуникация между странами Сегодня нам все равно Гоняясь за длинным Долларом Мы получаем его И мы не смотрим на них Он не учится И слава богу Это он заплатил нам 2 тысячи, 3 тысячи долларов Пусть он уезжает туда Мы рушим эту систему Он приезжает Он не специалист Что происходит дальше? Соседка говорит Я не буду ехать в Украину Не пошлю своего сына в Украину Потому что оттуда не выходят нормальные люди Он никем не станет Я хочу сказать Если вы можете сегодня Что-то возглавить И чувствуете себя силой Все это не исправить Надо туда идти Не ждите когда Вы поймаете одного пухлевого коррупционера Посадите на другого коррупционера Если сами не пойдем туда Спасибо Спасибо, Игорь Негода